Они сражались за Родину. Проект Дмитрия Куринова. Сибирь. Василий Кузьмич. Интервью и литературная обработка Дмитрий Куриной. Часть первая. На момент этого интервью, 30 октября 2018 года, в возрасте 92 лет, Василий Кузьмич являлся действующим преподавателем Одесского мореходного училища имени Маринеско. Я родился в 1926 году, 28 августа. Черниговская область, Батуринский район. Это резиденция князя Мазепы. Село Обмачев. Отец, Кузьма Васильевич Сибирь, участник Первой мировой войны, участник Второй мировой войны. У матери, Полины Дмитриевны, было 9 детей. От голода умерли в 21-22 годах 3 хлопца. Мать вышла замуж в 1919 году, поэтому в 20-21-22 были еще дети, но двое умерли во время второго голода. Мальчик и девочка, это 32-33, да и 34-й год тоже, умерли от голода и болезней. Никогда никакого медицинского обслуживания не было, врачей не было. И осталось после 35-го года нас трое. Брат 29-го года, сестра 38-го года и я. В 40-м году летом родился еще один мальчик, но сразу умер. А брат, который 29-го года, служил в Советской армии после войны уже. Потом работал в колхозе и умер в 1982 году. Сестричка жива до сих пор, проживает в Одессе. А откуда у вас такая фамилия интересная? Ну, все спрашивают, откуда. Говорят, что кто-то когда-то был на каторге в Сибири, но абсолютно точно никто сказать не может. Скажите, пожалуйста, в чем была причина голода 21-32-33 годов? Что касается 21-22-го годов, до НЭПа, там было связано действительно с неурожаем, потому что гражданская война, разруха, и это вызвало голод. И в городах, и селах. А в 32-м, 33-м годах это было искусственно. Это уже я видел. Потому что на рынке было запрещено продавать хлеб, муку, крупу, зерно, любой продукт. Тряпки можно было продавать, полотно, то, что производили, все было натуральное. А продовольствие запрещали. Были даже на рынках те, которые местовые собирают, знаете, они и сейчас есть. Так вот они от милиции выполняли и функцию слежки за тем, чтобы никто не продавал хлебные продукты. Яйца можно было продавать, картофель, но не во всех районах. У нас можно было. Почему? А потому что была установлена государственная норма поставки зерна, и Украина не выполняла эту норму. До 1929 года хлеба в Советском Союзе хватало. В 1927 году, например, это был 15-й съезд партии, по-моему, Сталин ставил вопрос, что будем делать с зерном. Это был НЭП. Тогда оно производили и начали продавать. А когда началась коллективизация, это уже 29-30-е годы, с хлебом все усложнилось, потому что тех, кто производил основную массу зерна, стали называть кулаками, подкулачниками. Было три степени наказания. Одних просто высылали из села добровольно, куда хочешь, туда едь. Других отправляли на Соловки. Третьих судили и отправляли надолго и всерьез на Колыму. И в 30-м, 31-м, 32-м годах количество хлеба резко сократилось. И программа по хлебозаготовке не выполнялась, в том числе и на Украине. Поэтому где-то в 32-м году, это можете проверить, если вас интересует, на Украину специально был направлен Каганович из Москвы. И тут Постышев стал первым секретарем ЦК Компартии Украины. И с них требовали, шкуру снимем, чтобы план по хлебопоставкам был выполнен. И день через день издавались приказы. То запретить, другое запретить. Плоть до того, что при въезде в село и при выезде из села стояли патрули милиции. Сам видел, бегал с пацаном, с палочкой. А коллективизация была в принудительном порядке или добровольном? Горько усмехается. Считали, что добровольно, но если вы не пошли в колхоз, вас сразу определяли в кулаке или под кулачники. И если вы не вступали, но активно не выражали, так сказать, свое недовольство, не кричали. Вас просто высылали из села. Собирай свою детвору, жену, на повозку и едь куда хочешь. Это была первая категория. Например, многие из нашего района, из нашего села уехали в Киевскую область. Васильков слышали? Это районный центр, там где-то. Многие выехали на юг Украины. Вот, например, я знаю, что многие поехали в Мариуполь и там устроились работать на металлургическом комбинате имени Ильича. Этот комбинат и сейчас работает. Там есть такая станция Сартана. Другая категория. Он не хотел идти в колхоз и критиковал, почему он не хочет идти. Ругался. Значит, ему пришивали антисоветскую пропаганду и на два-три года на Соловки. Или у нас, я знаю, что в Сумскую область отправляли. Там тюрьмы были. В Ямполь высылали. Такое я слышал. А третья категория, это которые не шли в колхоз и критиковали, и с оружием в руках организовывали банды. Вот у нас были такие в районе Бахмача, в районе Прилуг. Это Аонупа? Не, не, не. Они никакого отношения к Аонупа не имели. Это просто были местные. Вот река Десна, а за Десной же дальше начинаются леса брянские. С нашей стороны еще тоже были леса. И я сам видел, тогда машин не было. Это 1932, 1933, 1934 год. Едет коляска такая шикарная. Пара лошадей красивых. Погонщик, начальник милиции, еще несколько человек, карета. Все спрашивают, куда? А вот за сеймом леса, там, говорят, какая-то банда образовалась. Едут уничтожать. Это были те, которые не хотели идти в колхоз и оказывали вооруженное сопротивление. Их уже наказывали по третьему разряду. Вот такие банды были, я знаю, в районе Прилуг, Ичне. Это тоже все Черниговская область. В районе Конотопа, в районе Кролевца, в районе Глухова. Это то, что я тогда слышал. Говорят, вот там банды, там банды, там, чего? Они против коллективизации. Ну вот, слышу, собираются мужчины, это 1932 год, такие лет 30 до 40. Самые энергичные – участники Первой мировой войны, участники Гражданской войны. Ну, конечно, по чарке выпивают. Слышу, разговаривает человек 6-8. Вот колхоз, что с ним делать, идти туда или нет? Ну, не знают люди, что это, вы понимаете? Говорят, ну вот в таком-то селе, в таком-то районе, там вроде пошли. Ну, это шо, надо землю отдать? Да. Вы представляете себе, крестьянину отдать землю? Ха! Он работал в крепостном праве до 1861 года. Потом получил этот надел. Все. Нет. Ну вот в таком-то районе пошли, там вроде они ничего. Я иду в первый класс, в школу, 33-й год. Тогда в селе по центральной улице, да и по любой улице было так. Это предусмотрено еще в 17-18 веке. На расстоянии 150-200 метров колодцы. Не внутри дома, а на улице. Потому что всем, кто едет по улице, посторонним нужна вода. Значит, чтобы не ходить во двор и не просить. Дядька, дайте, не дайте. Иду от дома до школы километр, а точно 1250 метров. Замерил. Иду напротив сельсовета колодец. Стоят женщины разного возраста, с ведрами, с коромыслами. Набирают воду, но и баламурят. Слышу дословный разговор. А вы чули, спрашивает одна женщина, в Головеньке? А Головеньке это село в 12 километрах от нашего, тоже наш район. К тому тыжне привезли трактор. А шо ци таке? А ци така машина, вон огремить. И вани там сбудували таки сарай с нарами. Купили одеяло. И на цих нарах будут спать. Уси колхозники рядом. А их будут, это дословно, за допомогу этого трактора, сих накрывать сим одеялом. Другая женщина спрашивает. Так шо, и чоловики, и женки? Да, уси рядом. Таяк. А ми чоловик там буде? Адеш? Я прихожу из школы домой и матери рассказываю. Мать говорит, я тебе язык оторву, если ты будешь еще такие вещи слушать и передавать. Смеется. А в Головеньке действительно купили трактор Форд Зон. Тогда был такой. Купили для колхоза. Но совсем не для того, чтобы вот этим заниматься. Там нар никаких не было, никто никого не укладывал. А нужно было вобщать землю. Вот у отца было пять гектаров. Значит, привел в колхоз коня. У кого были валы, тоже в колхоз. Корову нет, корова оставалась у вас. Козы, свиньи, куры, это ваше. Согласно сельскохозяйственному уставу, устав сельхозартели был такой на Украине, колхозник имел право владеть приусадебенным участком в тридцать одну сотку, минимум. И не больше шестидесяти. Если у вас, например, когда вы вступали в колхоз, было двадцать пять соток огорода при хате, то вам шесть соток давали нарез. Каждый колхоз за селом выделял площадь. Но там подсчитывали, сколько гектаров, и вам говорили, вот вам, Иван Иванович, шесть соток, вам пять соток, вам десять, вам семь. Но чтобы было не меньше тридцать одной сотки. А если у вас было, например, шестьдесят пять, то пять соток у вас заберут. Независимо, как и что, скажут. Отмеряй пять соток, и эти пять соток передадим Ивану Степановичу, Миколе Филипповичу или еще кому. А ваша семья вступила в колхоз? Вступила в тридцать втором году в декабре месяце. Батьку сразу направили в районный центр, а с районного центра в сторону Конотопа, там было такое село Митченки, где находились курсы, на которых учили счетоводов и бухгалтеров для колхозов. Поскольку отец имел образование, четыре класса, а в то время это было редкостью, до семнадцатого года это было необязательным, то его направили на эти курсы. Ходил он туда три месяца, а это пятнадцать километров. Значит, он уходил в понедельник с утра, а в субботу возвращался домой. Закончил курсы, и потом в колхозе работал бухгалтером в ревизионной комиссии. А мать с тридцать третьего года и до шестьдесят пятого года тоже работала в колхозе. Сколько классов вы до войны закончили? Восемь классов. Последний экзамен был где-то числа десятого или двенадцатого июня. А двадцать второго июня я побежал из села в районный центр в лавку купить учебники. Учебники покупали все школьники. А обучение на каком языке велось? На украинской мове. А иноземную мову изучали немецкую в наших краях. С первого класса и в восьмом классе. Я зашел в лавку, спрашиваю, учебники для девятого класса есть? Продавщица говорит, вон там посмотри, там девятый класс. Смотрю, по алгебре есть, по физике отбираю, а через дорогу напротив на столбе динамик, и там рядом райисполком и райвоенкомат. Что такое? Все задрали головы, смотрят вверх. Я выскочил туда, и как раз речь Молотова. Началась война. Вот так услышал, учебники на всякий случай купил, но они уже не понадобились, потому что с девятого класса я был призван в армию. И когда сейчас говорят, да он восемнадцать, или она в девятнадцать лет пошла в армию, ха, тот призыв сорок первого года был с семнадцати лет. Семнадцать стукнуло, все, парень, собирай вещмешок и дранкнах. Рядом с нами был Батурин, столица гетманская. В двух километрах от Батурина было село, было село Шавковица. Рядом с ней лес дремучий, примерно пятьсот гектаров. А рядом с этим лесом полигон военный был, тысяча двести гектаров, почти до Савва Бахмача. Там стояли хутора, Петровская, Поросючка, все это полигон. И каждое лето в тридцатые годы туда выезжала стрелковая часть. Ну, обычно это были дивизии. И вот когда мы услышали, что война, нас человека три, по-моему, было, все восьмиклассники, мы побежали туда посмотреть, что там. Они еще не знали, что война. Мы прибежали туда, там стоят часовые. Вы что, мальчики, хотите? А вот лошадей сейчас будут везти на водопой и купать. Там река Сеем рядом, примерно двести пятьдесят метров. Так мы хотим посмотреть. А вы где были? В районе. А что там? А там объявили войну. Как войну? Еще солдаты не знали. Короче говоря, на следующий день у них боевая тревога, и эта дивизия вышла своим пешим ходом, она пехотная была, по-моему, сто семидесятые, по направлению на Гомель. Они шли целый день и ночь. На следующий день закончилось это движение. А нас сразу направили на оборонительные работы по наряду из колхоза. Тогда по распоряжению райвоенкомата было приказано выделить столько-то пар лошадей, столько-то подвод. Но из нашего колхоза, красный партизан, выделили шесть подвод. Взрослых мужчин не трогали, потому что ждали, что мобилизации вот-вот будет. Поэтому со мной были такие же семи-восьмиклассники. И нам сказали, езжайте в Шовковицу, там пойдете к военному коменданту, скажете, откуда вы, и вам объявят, что делать. Мы приехали туда, это семь километров, нам показали, заезжайте сюда. Погрузили мне на подводу противогазы, цинковки с патронами, такие коробки по две тысячи патронов, каски, но нагрузили сколько можно. Я говорю, все, больше лошади не потянут, пара лошадей. И мы повезли это дело. Дивизия пошла пешим ходом, а мы вслед за ними, на переправу Макошина, это на Десне. И там при переправе, это было числа, наверное, 25-го, дивизия переходила, мы тоже уже подъехали, я первый раз увидел немецкие самолеты, шесть штук налетело. Они пикировали, бомбили, мы все разбежались с перепугу, кто куда. Но ни одна бомба не попала в мост, так что жертв я не увидел. Но бомбили ужасно, бомбы эти рвались. Тогда такой порядок был, что мы везем с этого района, предположим, 30-40 километров, а потом передаем в следующий район, в следующий колхоз, и они везут дальше. Мы вернулись домой, получили наряд, и уже в июне, в июле, в августе 41-го года были на оборонительных работах. В районе Борзны, Бахмача, Нежина, Сосницы. Все это на Десну выходит, рыли траншеи. Кормили вас там? С колхоза выдавали все. Поскольку у меня образование было 8 классов, я разбирался в арифметике хорошо, мне сказали, ты будешь старшим. Вот, например, мы едем куда-то, нас три бригады. В трех бригадах обычно 180-200 человек. В основном это были такие одинокие, незамужние женщины, у которых детей не было, девчата такие, по 18-20 лет, и пару стариков у нас было, дедов. Мне говорят, иди в Камору колхозную, там у кладовщика получишь на 200 человек по 300 грамм мяса. Это на день с колхоза выписывали. Берите овощей, сколько хотите. Огурцы, помидоры. Но вода, у нас бочонки были такие, по 30 ведер. Что еще? Мясо было, картошка, сколько угодно, без ограничения. Огурцы, помидоры тоже, потому что колхоз все это выращивал. Все это грузили на повозку и уезжали в понедельник до субботы. Расстояние от села было всегда примерно 25-30 километров. Это район Борзны, район Нежина. Там рыли в основном противотанковые скарпы, метр восемьдесят в глубину, под откос 45 градусов, и ставили проволочные заграждения. Там сами варили, что умели, сами кормились. А спали где? Спали под открытым небом. Но мы строили себе шалаши, потому что там кругом были леса, и поэтому проблем с этим не было. Строили такие на три, на пять человек, мальчики с мальчиками, девчата с девчатами, бабушки с бабушками. И каждый день сами варили. Но обычно варили два раза, на завтрак и на обед. А на ужин там уже кто чего. Скажите, пожалуйста, а перед войной вообще ходили какие-то слухи или это полной неожиданностью явилось? Усмехается. Начиная с 35-го года, эта война в Абиссинии, Афиопия, я регулярно следил за новостями. Дома получали журнал «Вокруг света» газету «Известия», «Комсомольскую правду». И меня все время интересовало это. Потом слушали про войну в Испанию. Пели песни, такие, ну, совсем бравые. Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, как один человек, весь советский народ на защиту Отечества встанет. Ну и там пойдут танки, линкоры пойдут, и помчатся лихие тачанки. Вот такие песни пели. Про войну с Германией не гугу. Когда в 1939 году началась Вторая мировая война, Советский Союз 17 сентября 1939 года принял решение об освобождении западных районов Украины и Белоруссии. Были введены наши войска. Поэтому для нас Вторая мировая война началась не 22 июня. Она началась в 1939 году, в сентябре месяце. Только Англия, Франция и Германия с Польшей считали с 1 сентября. Ну, как там они воевали? Это их дело. А наши войска освободили западные районы Украины и Белоруссии немного позже. Вот из нашей семьи дядя, брат моего отца, он был как раз такого возраста, участвовал в освобождении Тернополя, ну и этих районов. Только там закончилось. Начались осложнения с Финляндией. И он не успел демобилизоваться, ему 30-ти еще не было. В общем, у нас его называли Вечный Солдат. Из пяти братьев он все время служил и погиб под Житомиром в 1944 году. Так вот, уже в 1940 году совсем ситуация накалилась, говорят, началась война с Финляндией. Это 30 ноября 1940 года. Только она закончилась в марте месяце, началась Вторая мировая. Ну, для нас, я имею в виду, отечественная война. А как долго вы копали эти эскарпы противотанковые? Копали буквально до сентября месяца, пока в сентябре месяце немцы эту территорию не оккупировали. Но они в итоге пригодились или нет? Значит, вы задали вопрос по существу. Я когда вернулся из армии в 1946 году, брату говорю, слушай, давай поедем, посмотрим. Вот мы копали там дочь, борзна, еще села называю. Строили эти противотанковые эскарпы, блиндажи, строили дзоты. Поедем, посмотрим, что там. Он смеется. Ну, поехали. Вздыхает. Значит, следы видны, но позарастало все бурьяном, потому что глубина эскарпа была метр восемьдесят, и потом подсрез на три метра. Вот такие они были в сторону противника. Мы заехали в село, которое рядом, я спрашиваю, а здесь немецкие танки попадали в эти ловушки, которые мы делали? Они смеются, говорят, да не один. Все это объехали, обошли. Это было в сентябре примерно, или даже в октябре сорок первого года, когда армия Гудериана там проходила. Она шла на Москву с запада со стороны Гомеля, но одним крылом закрывала окружение Киева, потому что Киев был оккупирован немцами где-то числа двадцать шестого сентября. Они прошли через Десну, вышли на этот маршрут, дошли до Батурина, там одна дорога вела в сторону Конотопа, и примерно в районе города Ромны армия Гудериана замкнула кольцо. А другая часть армии пошла на Пролетарскую, Кролевец, Глухов и на Орел, чтобы замкнуть окружение Москвы. Вот так она раздвоилась. Штаб Гудериана размещался в Пролетарском, или Ксензевка, оно называлось. Это на территории тоже Черниговской области. И танки шли целый день, до темна. Вы их видели лично? Да сотни. Но танки эти по сравнению с нашими Т-34, это козявки, ну совсем. Я там все марки не знаю немецкие, но они шли так. Идут примерно 5-6 танков, потом бронетранспортер идет, колонна. Идут, идут, и с утра до вечера без конца. Никто их не трогает, потому что гражданское население, армии нет, войска ушли, куда неизвестно. А почему вы не эвакуировались? Куда? Не было никаких вариантов? Да никто и не просил, и не предлагал, потому что все те, кто отвечал за положение в данном регионе, они дропанули раньше, еще 25-го, 27-го. Их уже никого не было в районе. Ходят люди, ну что там? Ну там, стреляют, там, там. Я утром выхожу, мы жили возле колхозного двора, иду через дорогу, сто метров, смотрю, на территории двора появилась воинская часть. Наши солдаты, ходит офицер, у него тут лежат три кубика, значит, это старший лейтенант. Тогда не звездочки были, а кубики на петлицах. Он спрашивает, парень, как это село называется? Я называю. А где тут леса есть? Я говорю. Ну вот, примерно в километре отсюда есть река Сейм, за ней начинаются брянские леса. А мост там есть? Я говорю. Мост пока есть, такой, ну для тяжелого нет. Но у них, смотрю, что, солдаты, несколько повозок, может, десяток, и по паре лошадей, ни одного автомобиля. Он спрашивает, а тут телефон где-нибудь есть? Обратите внимание, это 41-й год. Я говорю, ну вот видите, столбы же есть, значит, в сельсовете должен быть. А где сельсовет? Это полкилометра. Идемте. Провел его, там одноэтажное здание. Вот сюда заходите, там есть телефон. Ручку крутите, набираете, и вызов идет в райцентр. Он говорит, алло, это Батурин? Мне надо. А она ему, связи нет, все оборвано. Он позвонил туда-сюда, никуда выйти не может. Что делать? Я говорю, ну, я не могу посоветовать, мне 15 лет всего. Вот такая связь. Это я сравниваю с тем, когда сегодня где-то на 40 миллионов населения в Украине, которые остались, 60 миллионов мобильных телефонов, где ребенок сидит на ночном горшке и разговаривает, папа, мама. Ночью эта часть куда-то ушла, куда не знаю, потому что с одной стороны у нас был лес, примерно гектаров 700, такой дремучий, с другой стороны был тоже лес, дубовый, еловый, смешанный. Там попали в окружение части 13-й армии Пухова. Такую слышали, может быть. Но они попали в окружение, лес, их там никто не трогает, танки проходят Гудериана, их тоже никто не трогает, ни одного выстрела нет. Но это то, что я видел. И шли они дней 5. Но я обратил внимание, потом это в армии пригодилось, через каждые примерно 5 танков бронемашина, на которой, я так посчитал примерно, по 10-12 солдат и зенитная турельная установка. У нас танки не были прикрыты с воздуха, и поэтому один немецкий летчик, горько усмехается, ну, фамилия Хартман вам знакома? Значит, он подбил за время войны 519 наших танков. Это же кошмар. Судя по всему, речь идет о Гансе, Ульрихе, Руделе. Потому что танк не прикрытый с воздуха, а он летит и бомбит, как хочет. А на наших танках уже потом стали устанавливать зенитные установки. И вот та часть ушла, эта ушла, все, оккупировали, и здесь установили свой режим. Колхозы немцы распустили? Нет, в каждом районе был назначен комендант. Немец обязательно из офицеров такого возраста, которые уже не строевые. Можно сказать, лет пятьдесят. У коменданта был военный переводчик, и он был главным начальником в данном сельском районе. Колхозы не распустили, потому что немцы понимали, если распустить колхозы, у крестьян хлеба не возьмешь. Они так его запрячут. А в колхозах они забирали все подчистую. Остались те же колхозы, только переименовали их. Потому что, вот, например, в селе у нас были колхоз «Красный партизан», колхоз «Ленина». Ну, совсем неприлично для них. А ваш как переименовался? Общинный двор номер двадцать три. И все так. В нашем селе было четыре колхоза. Ленина, Петровска, Червона Зирка, Червоный партизан. Немцы дали им номера. Двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. Чем же вы питались в то время? Было установлено, все взрослые должны ходить на работу. У каждого колхозника, я вам говорил, был огород, то есть натуральное хозяйство. Вот оно и спасало. Корова, куры, овцы, поросята, сад, виноград. Это никто не трогал, оно оставалось. Но каждый обязан был ходить в колхоз на работу. Вот летом сорок второго года сам наблюдал. Я ездил на работу тоже, в основном развозил воду, потому что поля у нас были колхозные, на пять, на шесть километров от центра села, а на поле работали женщины, мужчины, использовали лошадей, косилки и прочее. А для лошадей нужна была вода, да и для людей тоже, и надо было регулярно ее возить. У меня была бочка примерно на тридцать ведер, лошадка, наливаю, и каждый день я развозил по восемь-десять бочек воды. По полям бегом сюда, бегом туда, заезжая в очередной раз часов в одиннадцать, смотрю, машина коменданта, опель у него был, остановился на территории колхозного двора, а тут недалеко колодец. Я набираю, смотрю, думаю, чего ему тут надо? Так, говорит через переводчика, вот я сейчас ехал и на территории вашего общинного двора видел, на огородах, в садах работают женщины и мужчины, почему они не на поле? Сейчас же всех собрать. Переводчик, с ним солдат, коменданта всегда охранял солдат один. Поехали и привезли сюда человек двенадцать, женщины, одного мужчину, который не был членом колхоза, и он решил не ходить. А я набираю воду, мне интересно, что будет дальше, потому что меня не трогают, а бочка тридцать ведер, это не так-то быстро. Наливаю, комендант говорит через переводчика. Так, сегодня видите, какой день? Да, те что-то мычат. Погода хорошая? Да. Где вы должны быть? На работе. А вы где? Почему вы дома? Кто будет работать в общинном дворе? Значит, запомните, если я в следующий раз, а он проезжал по селу обычно раз или два в неделю, обнаружу, что вы работаете на своем участке, а не в общинном дворе, вы будете наказаны. Двадцать пять шомполов. Сейчас для остраски, вот вы, показывает на мужчину, почему не на работе? А я не колхозник, так вы что думаете от слова коменданта? Вы не подчинялись советской власти и нам не будете подчиняться? Двадцать пять шомполов ему. Он заплакал, бедный. Господин комендант, снимай штаны. Дело дошло до того, что вынесли скамейку, поставили, он снял штаны, комендант смотрит. Ну, я думаю, что это будет покаяние. Но если в следующий раз я засеку, что вы не работаете, то вы получите эти двадцать пять шомполов при полной отдаче. Кстати, этот товарищ, о фамилии его Попок я запомнил, он потом работал в колхозе регулярно, ну, в общинном дворе. Мы часто с ним в бригаде на одних и тех же полях трудились, то есть он решил не шутить. Я еще спросить хотел, при советской власти до войны за работу в колхозе что давали? В разных колхозах по-разному. До тридцать пятого года там было бедно. В тридцать шестом, тридцать седьмом, тридцать восьмом году положение немножко улучшилось. Я, например, все летние каникулы тридцать седьмой, тридцать восьмой, тридцать девятый, сороковой год работал в колхозе и зарабатывал по семьдесят восемьдесят трудодней. Тогда выдавалась трудовая книжка колхозника, и в нее все писалось. Вот в тридцать седьмом году, например, за лето, это я перешел с четвертого в пятый класс, я заработал пятьдесят два трудодня. Ну, что значит трудовой день? Для женщины, если это прополка картошки и бурьяна сильно много, то норма была пять соток, полтора труда дня. Если бурьян не сильно большой, бывает и так, то семь соток. Мужчина взрослый, например, косить траву, если луговая, то сорок соток, полтора труда дня. Если болото, есть кочки, и по воде бродишь с косой, тогда двадцать пять соток, полтора труда дня. Я, например, на эту работу не подходил. Значит, для меня самая лучшая работа была это возить воду. Автономно лошадь в моем распоряжении. Бегом туда, бегом сюда. Бочку воды развез тридцать соток, ноль три десятых. Я, бывало, за день развозил пять, а бывало и восемь бочек. Все это бригадир фиксирует, и если я развез восемь бочек, то заработал два и четыре десятых труда дня. Вы видели, как скирдует сено? Там надо копны таскать, но мы на лошадях тогда таскали. Значит, за каждую копну, которую ты притащил, примерно десять соток. Но смотря какое расстояние и какая местность, записывает это. И я мог заработать один и два десятых, один и три десятых труда дня. А потом что получали? Вот в тридцать седьмом году, например, с этого года начали лучше оплачивать, один, один и два десятых килограмма зерна на труда день. В тридцать седьмом году у нас выдавали пятьдесят копеек деньгами. Вот это меня интересовало, потому что я хотел конкретно купить балалайку, я любил музыку, а она стоила 26 рублей, шестиструнная. А дома денег нет. Мать, хочешь, иди зарабатывай. Вот я заработал тридцать два труда дня, получил двадцать шесть рублей. В этом году выдавали примерно полтора килограмма картошки на труда день, килограмм сена на труда день. Все это выдавали натурой, деньгами очень мало. Вот это один год был, когда у нас даже выдавали по пятьдесят копеек на труда день. Это было многовато. Все, что вы перечислили, это в совокупности на один труда день или на выбор. Это на труда день. Вот если я заработал пятьдесят два труда дня, умножая на пятьдесят копеек, получается двадцать шесть рублей. Все. Умножаем пятьдесят два труда дня на полтора килограмма зерна. Значит, семьдесят восемь килограмм. Солома выдавалась, сено выдавалась, картошка выдавалась. Например, в тридцать восьмом, тридцать девятом году, ну, у нас свой огород был, пятьдесят девять соток, и в колхозе заработали. Значит, у нас было на зиму примерно семьсот пудов картошки. Вы спрашиваете, чем питались? Вот за счет этого и жили. А при немцах из колхоза что-нибудь получали? Получали, но немцы установили. На труда день двести грамм. И вот в сорок втором и сорок третьем году два года была оккупация. На каждый трудодень выдавали по двести грамм зерна. Независимо от того, где и как ты работал. Остальное все вывозили на элеваторы. Бахмач, Конотоп, Дочь, станция такая есть. А в Германии никого не угоняли на работу? Угоняли. Но тут слово угоняли, это такое. В сорок втором году, где-то в мае месяце, наверное. Я иду на работу, вижу, едет на велосипеде начальник полиции. Начальником полиции был осетин из числа военнопленных. В сорок первом году они попали в окружение в районе Васильевки, станции Дочь. Тростян, это все на территории больше Борзянского района. Он был лейтенантом, командиром артиллерийского расчета или взвода, ему было лет под тридцать. И с ним был ездовым наш сосед. Когда они попали в окружение, значит, куда? Тот говорит, пошли в мое село. И привел этого осетина, нигде они не скрывались. Вижу, пошел. О, Петро Ирихтеинович, вы уже дома? Да, мы здесь попали в окружение, и оттуда тихонечко ночью пришли домой. Но никому не говори об этом. Я говорю, конечно, кому ж я буду говорить? Через три дня, а это был конец сентября, начало октября, погода была такая, как в этом году, еще теплая. Я в саду собираю яблоки, у нас хороший сад был. Смотрю, идет какой-то человек в гражданском. Подходит. Привет, мальчик. Я говорю, привет. Как тебя зовут? Называю. Спрашиваю, а вы кто? Да я из окруженцев. А я уже знал, что такое окруженец. Мы вот с вашим соседом попали в окружение в этих лесах, Дубино называется, и пришли с ним сюда. Но ты никому не говори, что я у них живу. А у тебя карты есть какие-нибудь географические? Говорю, конечно, есть. Я любил это дело, рисовал много. Вынес ему карты, он смотрит, я показываю. Вот тут мы находимся, вот это Сейм, это Десна, это Брянск, это Киев. Ну, все видно хорошо. Мы находимся в Батурине, видите? Да. Он посмотрел. А можно я возьму эту карту? Я говорю, пожалуйста, возьмите. Он взял, но живет. А военно-пленных на территории нашего района было не очень много. Вот в Конотопе, это 30 километров, там до войны был, по-моему, 154-й запасной артиллерийский полк, и на территории этого полка немцами был организован концлагерь для военно-пленных. Там размещалось в октябре, ноябре, декабре 41-го, а потом в январе, феврале, марте 42-го, до лета, в среднем 30 тысяч военно-пленных. И многие же из них попали в плен в июле-августе, в сентябре. А когда наступила зима, они массово погибали, потому что все под открытым небом. В тех зданиях, которые там были, могли укрыться несколько десятков, может, несколько сотен. И то те, которые ближе к охране располагались. В декабре 41-го года я дважды в колхозе просил лошадей, говорю, нужно поехать в Конотоп, поискать, может быть, там есть отец, может быть, там есть дядя, Иван Васильевич. Потому что отец и три его брата все были на фронте. Но потом оказалось, что один погиб под Житомиром уже в 44-м году или в конце 43-го. Это который вечный солдат, Сибирь Иван Васильевич. Другой, Сибирь Николай Васильевич, 19-го года рождения, самый молодой, 22-го июля ровно через месяц после начала войны под Могилевым был тяжело ранен. Ему из пулемета, он был в артиллерии корректировщиком, перешибло обе ноги. Он упал, его потом подобрали и в госпитале выходили наши гражданские, но под немецкой охраной. И в 42-м году он пришел домой. На костылях через всю Белоруссию и Черниговскую область прикандыбал. Следующий, Сибирь Федор Васильевич. Этот был мобилизован из Одесского водного института. Но он служил просто, никуда не попал. А отец мой в Крыму, в районе Феодосии, где были бои, попал в плен. Оттуда бежал, проходил через горы, леса, уже переодетым уходил из плена. На Сиваше в декабре 41-го обморозил ноги. Там его подобрали уже в таком состоянии. Местные жители выходили, ампутировали ему пальцы на ногах. На одной ноге три пальца и на другой. И когда уже все зарубцевалось, он где пешком, где на перекладных, это расстояние где-то километров 600, тоже приехал домой. Еще год побыл дома, а потом снова в армию. А что, немцы его не замечали? Немцы видели, но концлагеря, вот я вам сказал, настолько переполнены были. На этой территории всегда около 30 тысяч военнопленных содержалось. В декабре 1941 года мы с тетей, это жена Ивана Васильевича, и еще там один дед, поехали посмотреть туда, в этот лагерь, есть ли там кто-то из наших родственников, потому что они же оттуда писать не могут, звонить не могут. А как дело было? Вот лагерь, территория артполка, там несколько казарм, дорога, а вот здесь проходная. Мы с этой стороны подошли, узелки, кулечки у нас там, харч кое-какой, чтобы передать, если найдем. Тут стоят толпы людей, ширина дороги, примерно метров 15, потом вышки, ограждения, и там уже лагерь. Отсюда кричат, из Батурина кто-нибудь есть, из Пролетарского есть, из Коропа, вот так, по всей. Ну, тут кричат, по очереди, не перебивай друг друга. Отзыва оттуда нету, там стоят, ждут. Но я два раза был там и ни разу не услышал, чтобы кто-то обозвался. Да, мы оттуда. Но говорят, было такое. Его тогда на проходную, там оформляют, коменданту дают десятка, два, три яиц, да-да, шмат курицы и, или что-нибудь и выпускают. Но из нашего района не было. Мы ночевали, снимали квартиру в районе тюрьмы и оттуда, это километр примерно до лагеря, ходили пешком. И когда утром туда приходили, то местные, которые там живут рядом, говорят, вот, смотрите, выходят такие мощные крытые машины, круповские. Пять машин выходит, восемь. Но я два раза там был. Один раз в декабре, один раз в январе 42-го. Значит, каждый день умирало, замерзало 250-300 человек военнопленных. Они были в летнем. Их на работы какие-то гоняли, или они просто сидели там. Никуда не гоняли, работы не было. Их вывозили в этих машинах, там за конотопом был яр, их туда сваливали, потом присыпали землей. И на этом все. Так вот, один раз, это было где-то весной 42-го года, оттуда из этого лагеря, не знаю, по каким распоряжениям, немцы решили отправить тысячи две военнопленных в сторону Гомеля. От конотопа до Батурина 30-32 километра. Они за день прошли это расстояние и тут остановились. Здесь была территория колхоза имени Сталина до войны, а потом он стал называться общинный двор номер такой-то. Это Батуринский. На территории этого колхоза были конюшни, лошадей не было, всех позабирали. Вы конюшню видели лошадиную? Там не такие окна, как обычно, а вверху такие вот небольшие. Значит, я к чему? Эти военнопленные, многие, которые спели, заняли места в конюшне. На выходе поставили часовых немецких. Но солдаты тоже люди и выпить хотят, и спать хотят. Так наши придумали поставить там подставки? Улыбается. И через эти окошки ночью ушло несколько сотен военнопленных. А мы от этого колхоза, где они остановились, жили примерно в пяти километрах. Я утром встал, говорю, мама, по-моему, военнопленные, потому что они кто в военном, кто в гражданском, кто в каком. Она вышла, говорит, да, это, наверное, оттуда. И к нам один забежал, спрашивает, можно я у вас переоденусь? У меня эта рубашка солдатская. Мама ему, да мы уже все поотдавали, у нас тоже такого гражданского ничего нет. Ну, нашли какую-то гражданскую рубашку. Как тебя зовут? Карим. Фамилию не знаю. Можно что-то покушать? Мама покормила его, отца еще не было, он в Крыму еще был. И он у нас прожил дней пять. Потом расспросил, где, куда, какие дороги ведут, и ушел за Десну. Где он закончил, не знаю. В общем, в селе их спряталось, по-моему, несколько сотен, и немцы потом вот что решили. Каждому колхозу, общинному двору, дали право принимать на работу военно-пленных, чтобы они жили в колхозе, и раз в неделю приходили в полицейский участок регистрироваться. На территории нашего колхоза была хатка, где до войны обычно жили конюхи, которые обеспечивали лошадей. На 180 лошадей три бригады. Там хранили утварь. В общем, это была хорошая такая хатынка. В ней оборудовали нары, и там к весне, к лету 42-го года жило примерно 30-32 человека военнопленных. Официально жили. Они должны были работать в общинном дворе, но раз в неделю, обычно по субботам, должны были ходить в этот полицейский участок и регистрироваться. Я есть, я есть. Вот у наших соседей поселились трое молодых кадровых военных. Николай, Алеша и третий Саша, по-моему. Им было лет по 20, они выходили из окружения. А фамилии не помните? Самый высокий Матасов, другой Белов, ну а третий уже не помню, потому что они недолго были и не остались работать. Дожили до похолодания и ушли в леса. Где они закончили? Но я с ними особенно не общался, они мне иногда принеси закурить чего-нибудь. Значит, это 41-й год. В 42-м году те, которые остались из числа военнопленных, продолжали работать в колхозе. Некоторые поженились. Я знаю таких. Один Зайцев. Он женился на одинокой молодой девушке, Просковье. И потом, в 43-м году, ушел в армию и погиб. Но дочка осталась. Другой тоже женился. Он сам из Харькова, попал в плен, бежал и женился на молодой интересной. Надя ее звали, а его Сережа. Прожил до 42-го года, потом ушел в армию и тоже погиб. Но это отдельные эпизоды, потому что, вы понимаете, село большое. У нас было около 900 дворов, и с начала до конца село растягивалось километра на три вдоль речки. Население было свыше 4 тысяч человек. Вот я в 7-й класс ходил, это 39-й 40-й год. У нас в школе было 740 детей. Классы были А, Б и В. 32 учителя работали в школе. Имели высшее образование двое. Директор школы Матрона Андреевна Тищенко. Она имела высшее педагогическое образование. Преподавала украинскую литературу и мову. И боровик Михаил Семенович, преподаватель немецкого языка, он тоже закончил до революции высшее учебное заведение. По-моему, петинститут какой-то. Человек 5-6 учительские институты закончили. Тогда были такие двухгодичные институты. Скажите, пожалуйста, немцы проводили какие-нибудь репрессии по отношению к мирному населению? Да. Примерно числа 8-го или 9-го сентября, может, 10-го, я вышел из дома, на крыльце стою, до центральной дороги, которая ведет из района в село, метров 100, а погода такая облачная, мелкий дождик моросит. Мать спрашивает, может, сегодня не пойдешь на работу? Я говорю, да вот, смотрю, и вдруг слышу ту-ту-ту-ту-ту стук. Смотрю, мотоциклы трехколесные едут со стороны района по два в ряд. Сидят немецкие солдаты, зашторенные в касках, на переднем пулеметная установка. Один солдат за рулем, второй за ним, еще один в коляске, по три человека. Я говорю, мама, смотри, по-моему, немцы, это не наши мотоциклы. И по форме вижу другие. В общем, посчитал, 13 мотоциклов проехало в село. До центра километра ровно от этого места. Мать говорит, не ходи никуда, сиди дома. Но мне охота узнать, что будет дальше. А в селе тишина. Вдруг раз, слышу выстрел. Смотрю, поднялась ракета. Значит, эта группа заехала в центр села, раскурочила магазин. В селе было два магазина, но там ничего не было фактически. Дали ракету, что село занято, а потом немецкие солдаты с касками побежали по ближайшим хатам и кричат, матка, матка. Это я уже слышал потом. Яйки, яйки, млика. Но ни у кого силой не отбирали. Ну, там кто-то яйца выносил, кто-то молоко. Набрали они. В магазине, я говорю, ничего не было. Его разграбили до этого. Наверное, я не знаю. И примерно через 40-50 минут слышу ту-ту-ту-ту-ту уехали. Потом все тихо. Все ходим на работу. 4 ноября, это точное число, 41-го года я тоже вышел на работу и погода опять такая хмурая. Смотрю, со стороны района едут мотоциклы и машины. Впереди два или три трехколесных мотоцикла проезжают. Потом три грузовые машины, крытые, эти самые, круповские, проехали. Я снова туда. Мать говорит, никуда не ходи, потому что ты не знаешь, что такое там. А мне же интересно узнать, что. Но раз мать сказала, мать, надо слушать. Я никуда не пошел, но вышел до конторы. Говорю, я выйду к конторе, а это примерно 200 метров от нашей хаты. Вышел туда, там центральная дорога, направо посмотрю, они уехали в центр. А до центра оттуда, от колхозной конторы, еще метров 800. Прошел примерно час, бегут три солдата немецких в касках, плащ-палатках, впереди эти бляхи, видели в кино, на груди автоматы висят. И с ними, ну, в колхозе его называли виконавец, по-русски исполнитель. Это в каждом сельсовете был как бы рассыльный. По-русски он рассыльный, а в селе называли виконавец, который должен был привезти, показать, где, куда, чего. Пробежали они через территорию колхозного двора, затем наискосок на наш двор, там улочка, и через минут тридцать оттуда же. Мы стоим, тут мужчины, женщины, старики, детвора. Что это такое? Никто ж не знает. Идут три этих солдата, виконавец, и с ними ведут Анопу Иосифа. Руки назад. Также по этой дороге прошли ни с кем ничего и пошли в центр. Все спрашивают, а что такое? Он в колхозе не был, но тоже в сельсовете работал рассыльным виконавцем. Ну, все руками разводят и старые и малые увели. Прошло еще минут сорок-пятьдесят, выехали оттуда эти три машины и уехали в сторону Батурина. За этими машинами бежали несколько женщин в слезах. Потом уже слышу, говорят, они приехали, машину поставили в центре села, выставили охрану, у них уже была наводка, потому что немцы не знали о своих, которые в основном, ну, я боюсь сказать, которые дали списки и немцы уже по спискам арестовывали. Председатели нашего колхоза Кузуба Савку арестовали этого Анопу Иосифа, это сосед наш, арестовали работника колхоза Червона Зирка Башука Андрея, потом еще Марчука, по-моему, Ивана, и арестовали в общей сложности тринадцать человек. Но как потом я узнал, мне сказали, в списках у них было семнадцать, но некоторые своевременно ушли, кто в леса, кто в подполье, а тринадцать человек арестовали и увезли, и никто не знал, где и что. А их вывезли в этот же день, и по дороге из Батурина на Бахмач, где когда-то на коллективизации стоял хутор Городищенский, там были хатки, а потом все эти хутора снесли, по левой стороне их расстреляли. Это было четвертого ноября сорок первого года. А почему именно их? А кто знает? И до сих пор неизвестно. Коммунисты, что ли? Да у нас в селе коммунистов вообще не было. Поэтому я и говорю, это были те, которым кто-то чего-то не... И было это уже четвертого ноября, а немцы дали ракету, что занято село где-то 9-10 сентября. Значит, где-то кто-то накапал. И я знаю, например, одного пожилого, который в колхозе не был, но который в августе-сентябре сорок первого года вылезал на крышу хаты и смотрел. Но скоро там немцы придут. И его тоже, кстати, расстреляли, но позже. Потому что гнали колхозный скот, когда фронт приближался. Лошадей, коров эвакуировали, тракторы, комбайны, все угоняли на восток. И вот у нас рядом с селом лук такой. В километре диаметром и тут река. Идет стадо коров, но они могут пройти в день километров 20. Я тоже занимался эвакуацией скота. Мы проходили 50 километров за два дня. Но их надо остановить где-то. Вот выбираем лук. Остановили. А корову надо каждый день доить, ее выми распирает. Старшие остаются, а нам, пацанам, говорят, быстро в село просите женщин, чтобы пришли сдоить. И сами на землю сдаиваем. Ну, потому что корова пропадет, если молоко не сдоить. А мы перегоняли примерно, бывало, 300-400 коров. Так вот, я к тому говорю, что у нас был вот этот лук, и загнали туда стадо коров. Они пришли со стороны из Белоруссии, но сколько они прошли километров? Ну, километров 20 примерно. Их остановили. Те, которые их сопровождают, они просят. Идите, сдоите, кто может. А все боятся, потому что это чужое, свое есть. Так вот, этот дед, который, я говорю, выглядывал, скоро там немцы придут. А в колхозе не был, он решил, раз вот есть стадо, тысячи коров, телята, бери, ведь никто не считает. И он, я не знаю, сколько коров, украл оттуда. И кто-то его тоже заложил. А его тоже пригласили в комендатуру и говорят, откуда у вас эта корова? А вот там, на лугу, туда-сюда. И его расстреляли. Это не твое. Часто было такое, что стучали друг на друга односельчане. Ну, я не могу конкретно называть примеры, потому что я не знаю. Но было. Я сужу потому, что вот этих 17 человек их кто-то заложил, потому что откуда немцам знать, кто тут был. А немцев многие ждали, как освободителей? Нет, ну, вы понимаете, вот 12 июля 41 года у нас был общий призыв. Ушло сразу 170 мужчин. Это рев был такой. Мать моя держала на руках дочку самую младшенькую. Ей тогда трех лет еще не было. И я помню, отец с ней попрощался, целовал ее, плакал. И вот шел этот поток. Так какой радоваться? Но были такие, которые, я говорю, в колхоз не шли, поэтому они игнорировали. Но у них были другие настроения. Обвинять их в этом? Что такое колхоз, если перевести на современный язык? Можно сказать, это рабство, потому что вы не имели права из колхоза никуда выехать. Вы не имели права переехать в город на работу без паспорта, а паспорт в селении выдавался до 65-го года. Ну, что делать? Так вот, этих 13 человек, которых расстреляли, их только в конце февраля, а может, даже и в начале марта, но еще снег лежал и лед, разрешили забрать. Указались комендатуры. Вот здесь они расстреляны, в этом городищенском хуторе. Туда поехали, обнаружили, что действительно они там лежат. Их свалили, чуть присыпали землей, но когда снег начал таять, они разрешили забрать жертв террора этого и перевезти. И мы забрали их оттуда, перевезли в село и похоронили в братской могиле на общем сельском кладбище. 13 человек. Сейчас я давно уже там не был, но спрашивал, там братская могила есть? Говорят, еще есть. Вот. А кто их заложил, никто не знает. Поэтому вот этот дед, например, который немцев ожидал, он кое на кого написал, но его тоже расстреляли, отдельно, правда, за то, что взял корову, которая общественная. И вот еще насчет полиции вы спрашиваете, угоняли, не угоняли. Вот этот осетин, который остался с моей картой, он зарегистрировался в полиции, что он военнопленный, жил на квартире у нашего соседа, который был в его части до 41-го года, и потом, я не знаю как, но ему предложили пойти в полицию, и он стал начальником полиции в селе. У него было четверо полицейских, все четверо свои, я имею в виду сельские, но один только был злой, вредный, в меня дважды стрелял и говорил, я из тебя большевистскую заразу выбью. Это было в 42-м году. А можно подробнее? Ну, его фамилия Солодовник. Я что-то там рассказывал, это было вечером, там были ребята, мальчики, девочки, и он и слышал какие-то слова неприличные. Я не помню уже детально, но он сказал, вон отсюда, чтоб твоей ноги не было. Я уходить, а он, ложись, а там сыро. Но я лег, он выстрелил, а потом еще, а потом я уже побежал домой. Но я больше его не видел. Кстати, когда началось освобождение, он куда-то исчез, не знаю куда. Так вот, этот начальник полиции, который осетин, в его подчинении было четверо полицейских. Я говорил, что среди них только этот Солодовник был такой вредный, потому что он и его сестра, они в период коллективизации в колхоз не пошли, но грабежом занимались. И поэтому в селе даже песню пели. Не махли бы не масала, Солодовница забрала. Это его сестра. Она потом тоже куда-то исчезла. Так вот, это где-то было уже, наверное, в мае 42-го года. Я иду на работу, вижу, едет начальник полиции. Миша его звали, Томаев. Он говорит, иди сюда, скажи своим корешам, чтобы сегодня-завтра с глаз долой исчезли, потому что завтра будут брать в Германию. Это слова его. Вы понимаете? Значит, он не делал зла никому. Я сразу предупредил своих ребят, мы взяли запас яиц, картошки и за речку, в лес. Там три дня прожили, оттуда провели разведку. Ну все, вернулись обратно. В общем, несколько человек немцы взяли, несколько человек добровольно пошли. И такие были. Потому что пообещали, в Германии вы будете то-се, как кот в масле. И я знаю двоих ребят, которые добровольно согласились, двоих девчат знаю, им тогда было где-то по 18-19 лет. Вот они добровольно. Все они там отработали, в основном в сельском хозяйстве. Все остались живы. Все после войны вернулись, их никто не трогал. Из этих ребят, троих даже знаю, один переехал сразу в Мариуполь, на заводе работал, потом приезжал. Мы с ним встречались, мы с ним в седьмой класс ходили и в восьмой. Другой работал в селе, конюхом в школе. Третий тоже работал в селе, в колхозе. Девчат этих двух, я тоже знаю, они повыходили замуж, и в селе их никто не трогал. Одна вышла замуж за англичанина, потому что после освобождения она оказалась в английской зоне и там познакомилась с английским солдатом. Вышла замуж за него, уехала в Англию. И где-то в 55-м или 56-м году, когда я был в отпуске, говорили, что она приехала в село. Там встречались с ней, я не встречался, не видел, но слышал. Она говорит, «Живу нормально. Удивляюсь, как вы тут живете в бедности». Интервью и литературная обработка Дмитрий Куриной. Конец первой части Читал Олег Лобанов Продолжение следует... Продолжение следует...